За вами наблюдаю с помощью специального дорогостоящего оборудования. Камеры различаются по качеству изображения и функционалу. Картинка может быть с совсем низким разрешением, тогда видны только передвижения. Это нужно, например, для контроля въезда и выезда машин на автостоянке. Образцы дороже выдают HD-качество, где различимы даже мелкие детали. Дополнительные свойства, например, защита от вандалов или засветка, благодаря которой, скажем, виден номер на машине с направленными в объектив фарами. Существуют даже детские камеры. Из корпуса устройства может звучать мелодия или голос родителя. Видео с таких устройств транслируется на телефон. Здесь у нас представлена полноценная система видеонаблюдения в миниатюре. То есть это видеорегистратор сам, установленный у него жестким диском, на котором происходит запись. Блок питания, который питает камеры. Сами камеры, которые вы видите. И, собственно, монитор для получения какого-то изображения. Ставить камеры, где заблагорассудится и без знаний закона, чревато. Бизнесмены для наблюдения за имуществом и для контроля процесса труда должны письменно предупредить подчиненных, что их снимают. И главное правило – полученное видео может быть только для внутреннего пользования. Передавать его можно либо с закрепленного на бумаге согласия, или по предписанию суда. Установка видеокамеры перед дверью в квартиру сама по себе является законной. Но, по сути, в данном случае видеокамера будет выполнять функции дверного глазка. Однако, опять-таки, при этом должны соблюдаться права каждого гражданина, в данном случае, прежде всего, конечно, соседей, на охрану их частной жизни и охрану изображения. Если к изображениям есть открытый доступ, то видео можно получить с помощью проекта Вениамина Гудзенко. Он пытается собрать в одном месте максимум ссылок на общедоступные трансляции с городских камер. Ко мне регулярно обращаются люди с просьбой помочь найти свидетелей, видеозапись, ДТП на том или ином участке дорожной сети, вот в Красноярской крае. Мне известно, там очень много камер, где установлено, но в голове хранить всю эту информацию не с руки, поэтому я этот процесс ответов просто автоматизировал в виде маленького сайтика. В планах Вениамина запросить в администрации города список установленных камер в рамках проекта «Безопасный город». Также автор всегда рад, если ему присылают еще неопубликованные ссылки. Так что лично вы можете помочь сделать базу максимально широкой.